Здравствуйте! В эфире телеканал ОТС Новости в студии Светланы Шевченко. Смотрите в этом выпуске. Новости в студии Светланы Шевченко. НГУ есть. Теперь ищут подрядчика. В какие сроки построят современное образовательное пространство? В Новосибирской области формируют танковые и артиллерийские полки. Личный состав подразделений слаживают из мобилизованных граждан нескольких регионов Сибири. Сегодня губернатор оценил бытовые условия солдат, прапорщиков и офицеров. Мест хватает. Всем необходимо обеспечено. Палатки тепло. Питание организовано. Столовая 24-я бригада горячего питания. Сейчас мобилизованные сибиряки проходят боевое слаживание в полевых условиях, что необходимо для комфортного проживания, чтобы не отвлекаться на бытовые вопросы во время подготовки. Это основной вопрос губернатора. По словам бойцов, всего хватает. Жаловаться не на что. У нас нормальные полевые условия. Полевых условий по-другому не бывает. Нет такого, знаете, там вот видеосолнца какие-то бешеные. Нет, такого нет. Все нормально, все устраивает. Все, что не хватает, обустраиваемся, открываемся. Братск, привет! Братск, привет! Братск, привет! Баньку бы в палаточном городке, чтобы не ходить на помывку в соседнюю воинскую часть. Пожалуй, единственная просьба мобилизованных. Вопрос будет решен в ближайшие дни. Порядка 250 человек в час проходимости. Ставится снаружи печи, дрова. Панели все у него по факту. Это завод-изготовитель. То есть, чем быстрее сюда зайдем, тем быстрее, соответственно, запустимся. То есть, помывка пока на базе бригад организована. Но мы постараемся сделать, чтобы у этих двух полков своя банька здесь была. Обеспечены бойцы и обмундированием. В первые дни мобилизации были небольшие накладки. Не хватало некоторых размеров. В ближайшие дни недостающие комплекты формы придут в расположение. Также личный состав сибирских полков обеспечат дополнительными вещами. Для солдатского быта требуются дополнительные вещи. Элементарно. Спальный мешок, пенка, коврик или сидение. Резиновые сапоги. Они не входят в штатные нормы, но, тем не менее, они востребованы. Дополнительно теплые вещи. Такая помощь требуется. Вот эти простые солдатские ништяки, как говорят бойцы, они нужны путем сбора средств, путем приобретения вот таких вещей. Выделение средств из резервного фонда правительства. Будем стараться обеспечить наших бойцов всем, что они запросят. Но что касается, как я уже сказал, снабжения со стороны Министерства обороны, могу заверить, штатное обмундирование, все будет в этом. Пообещал глава Новосибирской области и другую помощь мобилизованным. На днях в расположении начнут работать специалисты консультационного центра. В ближайшие дни организуем сюда выезд консультационного пункта. Всех специалистов, чтобы могли ответить на вопросы. Банки, судебные приставы, нотариус, если кому нужно, соцподдержка, соцзащита. Поэтому подумайте, какие вопросы есть или накопятся, можно будет задать. Уже завтра танковые и артиллерийские подразделения приступят к огневой и тактической подготовке. Андрей Баев, Дмитрий Злобин, Новость ОТС. Монтаж полным ходом в сегодняшний день называют ключевым для установки стеллы трудовой доблести на площади Калинина в Новосибирске. Меньше месяца остается до ее торжественного открытия. На каком этапе возведения сейчас оценил Станислав Блинов. На сегодняшний день все элементы конструкции и будущие стеллы трудовой доблести Новосибирска привезли на площадку. Прямо под нами находится станция метро. Для того, чтобы снять нагрузку со свода, часть грунта рабочие замещают плитами пеноплекса. В готовом виде конструкция высотой больше 30 метров будет похожа на поднятый вверх клинок, облицованный листами из нержавеющей стали со стеклянными вставками с двух сторон. В виде эфеса круглый лед-экран, на который будут выводить видеоизображение. А в вечернее время стелла будет подсвечиваться изнутри. Прекрасно понимаем, что на таких объемах все равно где-то надо будет подгоняться, где-то надо будет какие-то миллиметры, сантиметры ловить, потому что все шовчики должны быть ровные. Представляете, чтобы стекло или металл, который будет стыковаться все равно через какой-то шовчик, он должен быть аккуратный, там должен быть не более полутора-двух миллиметров, чтобы это красиво смотрелось. То есть такая тонкая, ну, ручная работа. Работы идут по графику. Внутреннюю часть кольца на площади украсит газон и тротуарная плитка, но пешего доступа к стелле не будет. Практически всегда по кольцевой развязке двигается плотный поток автомобилей, да и изображение на лед-экранах лучше смотреть издалека. Городские власти обещают обновить и саму площадь Калинина по внешнему кругу. Прошли переговоры с заводом, чтобы поучаствовал в благоустройстве своего сектора. И, в общем-то, достигнуты такие договоренности. Эти работы мы будем проводить уже в следующем году. Я имею в виду тротуарную часть и в соответствии с нашим дизайн-проектом разработанная проектно-сметная документация. Вертикальную установку проведут 20 октября. Торжественное открытие с целой трудовой доблести Новосибирска запланировано на 3 ноября. Станислав Блинов, Александр Миняйло, Новости ОТС. В Новосибирской области может появиться единый центр компетенции по вопросам подготовки к военной службе и патриотического воспитания молодежи. Такой проект разработали в ДОСААФ. Центр объединит в себе весь ресурсный потенциал, финансовый, кадровый, организационный, методический. А самое главное, центр несет всю ответственность за результаты работы системы допризной подготовки и военно-патриотическому воспитанию. Для организации работы центру потребуются специалисты. Лучшие специалисты – отставные военнослужащие, которые желают и могут участвовать в работе по воспитанию и подготовке к военной службе. Перспективы обсудили сегодня на заседании Президиума Совета ветеранов региона. Главная задача – создать условия для работы отслуживших офицеров. Кроме того, предложили вернуть в школы курс начальной военной подготовки и приглашать ветеранов для участия в новых уроках разговора о важном. Все инициативы, которые высказали на Президиуме, обсудят в течение ближайшего месяца с профильными министерствами областного правительства. «Нужна новая программа патриотического воспитания населения и молодежи прежде всего. И губернатор дал поручение рассмотреть этот вопрос на форуме общественных организаций Светланы Семеновны. Мы в ноябре будем проводить этот форум и, коллеги, вот здесь нужно все объединить, все наши усилия, для того, чтобы новая программа была приближена к решению вот этих проблем». Сибирячка отправится в космос. Уроженка Новосибирска Анна Кикина в составе международного экипажа готовится к старту на МКС. Вылет назначен на среду. До этого никто из жителей нашего региона не покидал атмосферу Земли. Как знаменательное событие перекликается с историей и что космонавтка пожелала землякам, расскажет Александр Ширудила. Новосибирская область не является столицей отечественной космонавтики. Тем не менее, научные институты региона вносят существенный вклад в развитие отрасли. А уже завтра Новосибирская область может получить первого космонавта в своей истории. Анна Кикина вошла в состав международного экипажа. Старт назначен на 5 октября. Анна Уроженко Новосибирска здесь выросла и училась. Окончила Академию водного транспорта. Прошла курсы спасателей при МЧС. Занималась спортом. Была капитаном национальной сборной по рафтингу. Это разновидность гребли. Однако в 2012 году судьба сибирячки перевернулась. Она прошла открытый конкурс в Роскосмосе. После чего начала 10-летнюю подготовку к своей первой космической миссии. Новосибирск, несомненно, явился стартовой площадкой для становления меня и подготовки к космическому полету. Нашу с вами малую родину многое связывает со своением космоса. Здесь жил и работал теоретик космонавтики Юрий Кондратюк. Еще в 20-х годах прошлого века Юрий Васильевич написал книгу «Завоевание межпланетных пространств». Тогда эти идеи касались просто фантастическими. А потом был первый спутник Земли и золото для его обшивки изготовили в нашем городе. Новосибирские инженеры делали электронику для фотосъемки Венеры. С собой на орбиту Анна пообещала взять фигурку городовичка, символа столицы региона. Примечательно, что первый для девушки полет приходится на международную неделю космоса, которая стартовала сегодня. 4 октября 1957 года официально началась эра покорения космоса. 65 лет назад этот звук разнесся над планетой. Сигнал первого спутника ловили радиолюбители во всех странах мира. Его запуск изменил нашу жизнь. Интернет, телевидение, космонавтика. Все это получило толчок к развитию благодаря первому советскому спутнику. Успех космического проекта позволил ученым продолжить развивать технологии, вывести на орбиту человека и создать возвращаемые аппараты, такие как американские шаттлы или наш Буран. Кстати, над его конструкцией работали и в Новосибирске. Здесь в Сибния проводили испытания термостойкости внешней обшивки аппарата. И сегодня космическое направление в институте не угасает. Ученые развивают уникальный метод испытаний элементов крупногабаритных космических конструкций на основе построения математических моделей. Наши специалисты провели как численные исследования на расчетных моделях, так и испытания ряда натурных объектов. Результаты испытаний позволяют говорить о применимости предлагаемого подхода. Но требуется дополнительное исследование в части экспериментального определения механических характеристик и корректного учета этих характеристик для узлов соединения элементов конструкции. Современные космические аппараты порой достигают размеров в десятки метров и являются складными. Соответственно, создать на Земле условия, необходимые для их испытания в невесомости, порой невозможно. Методика новосибирских специалистов должна решить эту проблему, что позволит выполнять еще более сложные конструкции. Александр Шарудила, Евгений Павлов, Новости ОТС. В Новосибирске объявили конкурс на строительство нового кампуса НГУ. Сумма контракта 2,4 миллиарда рублей. Объявления разместили на сайте госзакупок. Средства выделят из федерального бюджета. Их потратят на первый этап строительства пятиэтажного корпуса поточных аудиторий НГУ со студенческим проектным центром, научной библиотекой и переходом. Месяц назад было получено положительное заключение государственной экспертизы. Поиск подрядчика продлится до 19 октября. Ввод и в эксплуатацию запланирован на 2025 год. Что вице-президент США делал за кулисами в оперном театре? Какие станции метро планировали построить в городе Наби? И когда наш регион простирался на север за пределами Сюганского болота? На эти вопросы ответят историки и архивисты. Авторы выставки, посвященной юбилею Новосибирской области. Мой коллега Анатолий Харитонов увидел уникальные фотографии и документы. Видеть Новосибирскую область в таких границах непривычно. На этой карте наш регион примерно в пять раз больше, чем сейчас. Еще бы! 58 районов. Это не считая Нарымского округа, который находился на севере и занимал огромную территорию. Включая окрестности Колпашево, Парабели, Каргаска, Александровского и других приобских населенных пунктов. А на востоке мы граничили с Красноярским краем. Все изменилось в 40-х годах. Томская и Кемеровская области стали отдельными субъектами. Это оригинал карты. Ей больше 80 лет. Рядом не менее интересные экспонаты, среди которых акт приемки автомобильно-трамвайно-пешеходного городского моста. Сейчас его называют Октябрьским или Коммунальным. Сложность состояла в том, что было очень много материала. И несколько раз пришлось экспозицию даже переделать, потому что что-то находилось дополнительно по ходу работы. И принималось решение, что нет, вот этот документ или эта фотография, она более интересная. И приходилось жертвовать какими-то другими документами, фотографиями. 1959 год. Ричард Никсон, тогда еще вице-президент Соединенных Штатов, в Новосибирске с официальным визитом. Вместе с женой ходил в оперный театр на Лебединое озеро. После спектакля отправился за кулисы на встречу с артистами. Участники иностранной делегации не скрывали восхищения. Высокопоставленный гость тоже пришел в восторг, но заметно сдерживал эмоции. В интервью американскому журналисту он заявил, что обязан быть нейтральным, рассказывают историки. В экспозиции есть автобиография председателя исполкома оплосного совета Ивана Гришина, который работал в городе Нааби во время войны. Он мобилизовал всю экономику и внес, конечно, существенный вклад в развитие нашей области и в обороноспособность нашей страны. Главная роль этой выставки – это показать, что сегодняшние достижения Новосибирской области строились не на пустом месте. И у нас славная история, славные люди, которые реализовывали многие мероприятия. Выставка в новом зале Госархива на Фабричной 6 будет работать до конца ноября. Экскурсоводы ждут школьников и студентов. Им расскажут не только о великих людях, административных границах и росте промышленного производства. Большой стенд посвящен метрополитену. На старой схеме три линии и станции, которые пока остаются мечтой. Никитинская, Чкаловская, Ждановская, Речпорт и Северная. Анатолий Харитонов, Константин Менин. Новости ОТС. В Россию везли фальшивые вакцины. В Россельхознадзор обратились французские производители препаратов от гепатита и чумы. По их данным, в нашей стране сейчас находится партия опасных лекарств. Вакцины активно применяют в ветеринарных клиниках. Препарат Эурикан ставят собакам для защиты от чумы и инфекционного гепатита. А Пуверакс – лекарства для кошек от ринатрахиита и чумки. В случае обнаружения в обороте данных вакцин специалисты просят сообщить об этом в управлении. Новые пьесы для детей и подростков прочли в Первом театре. На фестивале-лаборатории «Маленькая ремарка». Артисты и студенты работали с произведениями современных драматургов. И выясняли секрет успеха спектаклей для самого взыскательного зрителя. Алексей Кудинов узнавал, в чем же он. Главное быть честным и понимать, что, наверное, важно это понимание этого внутреннего мира, который также глубоко, остро воспринимает очень серьезные темы. То есть это не детские пьесы. Как обращаться с подростками – один из главных вопросов для современного русского театра. Времена, когда учителя в добровольно-принудительном порядке водили классы на рекомендованные спектакли, уходят. Театры конкурируют за свободное время школьников соцсетями и торговыми центрами. Поэтому смотр новых пьес для юных зрителей вызывает интерес и у режиссеров, и у артистов. Для чего вообще читки проводятся? Когда ты один наедине с пьесой читаешь, у тебя возникают определенные мысли, одни ощущения. Когда появляется зрительный зал, когда все-таки артисты читают по ролям, уже подготовленные с какими-то наметками на образы, то материал автора, он воспринимается гораздо объемнее и интереснее. И это дает возможность театру и драматургу посмотреть на свое творение, так сказать, со стороны. Что-то, может быть, поправить, потому что это пьесы новые, вот-вот написаны только. В современной драматурге я так отношусь к ней иногда. Бывает, что что-то странное зачастую пишут, а тут я прочитал как-то. Вадик хочет петь свою музыку. Я так подумал, блин, это какая-то интересная вещь, которая, ну, можно сказать, иногда манифеста там не станет. Такая про самовыражение, про то, кем ты хочешь стать. Такая, на самом деле, мне кажется, сейчас основополагающая для детей и для подростков. Вадик поет свою музыку «Моя Африка» и еще несколько пьес прочитали в Первом театре. Вместе с артистами и студентами тексты предварительно разбирали профессиональные режиссеры. А после читок и эскизов спектаклей пьесы обсуждали с публикой. Все произведения участники одного из главных отечественных конкурсов для драматургов «Маленькая ремарка». Сама «Маленькая ремарка» делится на три части. Это пьесы для аудитории 12+, 12-, ну, там такое разделение. И есть еще номинация «Сказка». И как раз у нас в нашу программу, программу читок, вошли пьесы из всех трех вот этих подразделений «Маленькой ремарки». Читки пьес Первый театр транслировал в соцсетях, так что обсудить тексты современных драматургов могли не только те, кто был в зрительном зале. Лучшие пьесы в будущем могут превратиться в полноценные детские подростковые спектакли и войти в репертуар новосибирских театров. Алексей Кудинов, Борис Гладких, Новости ОТС. Меньше часа осталось до стартового вбрасывания в первом после гостевого турне матче хоккейной Сибири. Домашнюю серию наша команда открывает игру с ярославским локомотивом. Показатели клубов в таблице одинаковые. Оба набрали по 16 очков в своих конференциях. Болельщики ждут серьезной борьбы, а мой коллега Михаил Якимов прямо сейчас работает на ледовой арене и готов рассказать о том, в каких составах клубы начнут эту игру. Михаил, добрый вечер, тебе слово. Добрый вечер, Светлана. Действительно, мы сейчас находимся в ледовом дворце спорта Сибири, где остается буквально час до старта матча Новосибирской Сибири и Ярославского локомотива. Сейчас вот ледозаливочная техника готовит лед, игроки уже заканчивают сухую разминку. Сухая разминка – это растяжка, упражнения на тренажерах, может быть, какие-то игры с мячом, перебрасывание друг к другу футбольного мяча, перепинывание. Она необходима, чтобы привести мышцы в тонус, ну а потом уже непосредственно раскатка на льду арены. Что касается состояния, в котором команды подходят к этой игре, в принципе, в последних четырех матчах оба клуба набрали по пять очков. Но есть один нюанс – Сибирь возвращается из непростой гостевой серии, где она четыре матча провела в Подмосковье, затем в Нижнекамске, в Москве и в Омске закончила эту длительную поездку. А локомотив все четыре игры, прошедших, провел на своем поле в Ярославле на арене 2000. И надо отметить, что, на мой субъективный взгляд, соперники у Сибири были поинтереснее. Это и ЦСКА, и Авангард, принципиальнейшее дерби, нефтехимик, который сейчас бьется с любой командой, лишь бы набрать очки. И, кстати говоря, Сибирь, может быть, к сожалению, болельщиков Новосибирского клуба, но, к счастью, болельщиков, команда из Нижнекамска подарила первую победу этому клубу в сезоне. Ну а затем стоит отметить, что был обыгран в Москве действующий обладатель Кубка Гагарина, ЦСКА, причем в основное время, счет матч 3-1. Ярославль в последней игре обыграл довольно-таки принципиального соперника. Это Северсталь Череповецкая. Ну а также было поражение в Павловском дерби против Торпеда. Это для них настолько же важная игра, насколько для новосибирцев огромное значение имеют противостояние с Авангардом. Это Сибирское дерби, там Павловска. Ну а сейчас команды впервые встретятся в этом сезоне. Напомню, что последняя игра на льду стадиона «Сибирь» в прошлом чемпионате закончилась победой новосибирцев 2-1 в дополнительное время. Я думаю, болельщики, которые потихонечку наполняют стадион, заходят на трибуны, тоже надеются именно на подобный исход. Спасибо, Светлана. Вам слово. Михаил, вам тоже спасибо. Это был мой коллега, который сейчас работает на встрече Сибири с локомотивом. Все о важных событиях региона на телеканале ОТС. Мы работаем для вас. До встречи в эфире.